ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В настоящей пище. У нас даже пицца готовится не в электродуховке, а в настоящей дровяной печи. Прошу любить и жаловать, прошу знакомиться. Это самая настоящая, самая дровяная печь. Пусть не остывает. Начинаем с теста. Для начала я посыпаю на стол муку. Да муку непростую, а муку, которая называется семалина, либо мука дурум из твердой пшеницы. Довольно крупная, чуть помельче манки, но не манка. Впрочем, я бы попробовал заменить ее именно манкой. Итак, тесто. Тесто, которое было замешано еще два дня назад. Получим рецептом самых крутых итальянских пиццеделов. Я специально ездил в Италию, чтобы посмотреть, как хорошие мастера пекут пиццу. Я абсолютно точно знаю, что они не используют ни грамма оливкового масла для того, чтобы растянуть пиццу. Но я собственными руками убедился, что с маслом все получается намного лучше. Тесто для пиццы растягивается как по маслу, извините за тавтологию. Растягивается, но пару сантиметров бортика я не трогаю, потому что бортики должны остаться без соуса. Соус только вот сюда, в серединку. Не переборщить. Полагаю, что этого соуса вполне достаточно для одной пиццы. Ну а теперь сыр. Я своими глазами видел, я убедился, что итальянские пицца-йола не используют самый вкусный сыр – пармезан. А я точно знаю, что если его подсыпать под моцареллу, то никто этого не узнает. Но все будут удивляться, как же эта у вас пицца получилась такой вкусной. Дело в том, что пармезан не плавится. Он высыхает и остается эдакой стружкой. Но мы же укроем его моцареллой, а моцарелла как раз плавится. Плавится очень хорошо. Первая пицца, как же они ее называют? То ли Рита, то ли Маргарита. Вот пускай такая и будет. Самая простая – соус и немного сыра. Прежде чем отправлять пиццу в печь, необходимо удалить из печи весь пепел. Но пицца-то должна остаться чистой. Загляните вместе со мной, чуть не сказал Стандыр, в печь. Посмотрите, языки пламени облизывают купол. Именно это и необходимо для того, чтобы пицца испеклась как положено. Ну что, попробуем наш первый блин? С Богом! Для того, чтобы испечь одну пиццу, необходимы не только щетки, не только длинная кочерга. Необходима еще одна лопата, которая очень понравится мальчикам. Потому что при помощи этой лопаты поворачивают пиццу. Посмотрите, как я действую. Лопату под один край теста. Приподнимаем и поворачиваем. Еще раз. И еще раз. Взглянем на пиццу. Вот она какая. Но ничего, еще немного. Еще немного можно приподнять ее, чтобы они ее еще лучше подрумянили. Ну, кажется, все. Кажется, все. А если кто-то хочет еще румяние, то я, пожалуй, что добавлю одно-два полена в печь. Ну, эта пицца вышла прям как надо. Ура! Пахнет очень вкусным тестом. Пахнет очень вкусным сыром. Пахнет томатом. Не хватает одного запаха. Запаха базилика. Это базилик, который просто разбили блендером вместе с хорошим маслом. По капельке на каждую дольку. Для аромата. А мне не терпится. Я не хочу ждать финала программы. Я хочу угостить мою съемочную группу прямо сейчас, пока пицца горяча. Только из печи. А пока мы будем перекусывать и оценивать мое кулинарное искусство, я покажу вам, как заместить такое прекрасное тесто и как испечь пиццу в самой обыкновенной духовке. А вот с тестом на самую хорошую пиццу оказывается не все так просто. Самые крутые мастера-итальянцы готовят тесто из муки дурум, которая изготавливается из пшеницы твердых сортов. И помол у этой муки несколько крупнее, чем у обычной, из пшеницы мягких пород. Видите, они даже по цвету отличаются. А уж по консистенции и подавно мука из твердой пшеницы выглядит как крупчатка. Если вы собираетесь печь пиццу в духовке, то воды надо взять немного больше, 650-700 миллилитров. А муки, как обычно, ровно килограмм. На килограмм муки добавляют целых 30 грамм соли. Но не надо взвешивать на весах. 30 грамм – это полная столовая ложка. Вместе с солью к воде добавляют примерно 100 грамм муки. И начинают размешивать. Это чтобы было куда дрожжи всыпать. Дрожжи можно брать любые. Прочитайте инструкцию на упаковке. И возьмите дрожжей, как будто бы вы делаете тесто из полкилограмма муки. Этого хватит. Когда в миске образовалось нечто вроде очень жидкого теста, всыпайте дрожжи. Это необходимо для того, чтобы дрожжи как можно более равномерно разошлись по тесту. Качество теста, да и вообще приготовление, во многом зависит от таких мелких деталей. В наше время даже очень пожилые женщины-итальянки используют электрические миксеры, тестомесы. Но все-таки научиться вымешивать тесто руками обязательно. Так вы скорее научитесь понимать тесто. Так вы скорее почувствуете его. Тесто руками следует вымешивать минимум 15 минут, пока оно не начнет отлипать от миски. А если вымешивать в миксере, то достаточно 6 минут. И через 6 минут вымешивания к тесту добавляют 2 ложки хорошего оливкового масла. Обратите внимание, тесто меняет свой характер под воздействием оливкового масла. Оно уже было одним комком, а теперь снова разбивается на разрозненные кусочки. Но еще минута-другая, и тесто снова соберется в один комок и начнет подходить примерно в течение 2 часов, подниматься. После этого его следует разделить на комки и отправить в холодильник на сутки, если это тесто из мягкой пшеницы, и на двое суток, если это тесто из твердой пшеницы. Но первые 2 часа дрожжи должны проработать при комнатной температуре. Они должны ожить, они должны начать делиться. И только после этого тесто будет готово к выдерживанию, к выстаиванию в холодильнике. Только после холодильника тесто приобретет необходимые свойства. Из муки дурум, из твердой пшеницы тесто замешивается точно так же, как из мягкой. Но если пицца будет выпекаться в травяной печи, где более высокая температура, воды следует наливать намного меньше, всего 600 миллилитров на 1 килограмм муки. Соли тоже необходимо брать 30 грамм, оливкового масла 2 ложки, а вот дрожжей еще меньше, чем рассчитывается на полкило муки. Потому что это тесто после обязательного 2-часового выстаивания в холодильнике будет лежать двое суток. Да еще и, если делать по-хорошему, холодильник должен быть особый, который поддерживает температуру плюс 16 градусов. Так что все это я вам рассказываю лишь для расширения вашего кругозора. А так, ну готовьте тесто из обычной муки, потому что к томатному соусу для пиццы у меня тоже есть огромные вопросы. Итальянцы протирают обычные помидоры, добавляют к ним соль, добавляют сушеный базилик. Вот вам и соус. Но их пиццы пекутся строго в травяных печах при очень высокой температуре. И соус там успевает приготовиться. А если готовить из наших помидоров, то я бы к ним добавил кроме соли еще и сахара, а кроме базилика побольше сушеных трав для усиления их вкуса и аромата. И если мы собираемся печь пиццу в обычной духовке, то помидоры лучше поварить до изменения их вкуса, потому что в духовке помидоры приготовиться не успеют. А сейчас у нас соус знаете какой вкусный? Знаете какой ароматный? Да в него можно хлеб макать и есть, безо всякой пиццы. Однако к соусу для пиццы я добавляю рубленый чеснок. Не очень много. Не надо, чтобы он был заметен. Важен лишь оттенок. Вот эти особые полутона, которые разжигают аппетит. Чтобы было в чем раствориться ароматом от чеснока и сухих трав, наливаем прямо в соус немного хорошего растительного масла. Такой соус может храниться в холодильнике довольно долго. Духовку необходимо разогреть до температуры 220-240 градусов. И если в духовке есть верхний гриль, очень важно прогреть его. Иначе как же испечется тесто? Иначе как же зарумянится сыр? Противень для пиццы необходимо присыпать той самой мукой, дурум. Которую в этом случае можно заменить и манкой. А если присыпать обычной мукой, то настолько жидкое тесто прилипает к противню. На форму размером 30 сантиметров пойдет 230-250 грамм готового теста. Лепешечка получится тонкой, но бортики примерно 2 сантиметра по краям следует оставить слегка толще, чем середина. Томатный соус выкладываем в середину и растягиваем ложкой вплоть до бортиков. Ну а теперь различные виды сыра и прочие начинки. Я опять использую пармезан в сочетании с моцареллой. Мне так вкус больше нравится. Я понимаю, что сыру хотелось бы добавить побольше, но умеренность в кулинарии есть наивысшая добродетель. Вот посмотрите на наш базилик. Листья просто лопухи какие-то, подорожник, а не базилик. Ну и ничего страшного, а мы разорвем листики на кусочки и украсим его ароматом нашу пиццу. Поверх листиков, чтобы они не сгорели, укладываем ломтики грибов. Да, обычных шампиньонов. А что, белые есть? Ну, не пожалейте белых. Поверх грибочков еще немного сыра. Для того, чтобы все стало единым целым. За те несколько минут, что пицца будет выпекаться в духовке. Да, в духовке пицца выпечется минут за 5-6, не дольше. Но в дровяной печи она бы испеклась максимум за 2 минуты. К сожалению, тесто за эти 5-6 минут непростительно подсыхает. Именно поэтому мы добавили на 100 грамм больше воды в тесто, которое предназначено для выпечки в духовке. Ну, а так и в духовке тоже получилось очень неплохо. Очень симпатично. Довольно аппетитно. Могу, забегая вперед, рассказать вам, что съели мы эту пиццу с огромным удовольствием и с приятным аппетитом. Успех первой пиццы настолько окрылил меня, что я решил следующую пиццу приготовить по-русски. Да-да, по-русски. Что значит по-русски? Это значит, что она будет с колбасой. Все точно так же. Руками осторожненько, осторожненько расправляя бортики. Формируем некое подобие узбекской лепешки. И теперь немного соуса. Знаете, на что я обратил внимание? Что итальянские повара не растягивают пиццу сразу. Они дают ей постоять немного под соусом. И, видимо, соус слегка размягчает тесто, и пицца начинает тянуться так, как надо. Ну что, колбаску довольно экономно. Я вам могу сказать, что коммерческая пицца – это блюдо вовсе не про расход продуктов. Это блюдо про экономию продуктов. Все нарезается очень тонко, натирается очень мелко. Немного вкусного сыра. Ха-ха-ха. И колбаса, и сыр. Все сбывается. Все мечты. И немного моцареллы. Я понимаю, что кто-то будет вздыхать. Ах, в Италии, там совсем другие продукты. Да пробовал я в Италии эту моцареллу. У нас порой бывает не хуже. Посмотрите, двумя пальцами вот этими я захватываю пиццу здесь. А двумя пальцами безымянным, на которое обручальное кольцо надевают, и большим захватываю здесь. И растягиваю. Еще раз. И поправим. И пицца превращается из маленькой в большую. Ну что, закладываем. Пошла в дело следующее. Мне нравится, нравится, что все вдруг начало получаться. А сначала-то не очень. Я вам могу сказать, что в этой печи я выпекаю пиццу сегодня в третий раз. Первые два раза была репетиция. Клинировка. И ведь на вышеупомянутой скрипке, несмотря на всю кажущуюся простоту, тоже надо учиться играть. Точно так же и на пицце печи. Надо научиться играть. Надо научиться играть вот с этими лопатками. Надо научиться играть с этим тестом. Надо научиться играть с очень хорошим настроением. Потому что пицца, ну, кто бы что ни говорил. А для меня это блюдо праздничное. Во время репетиции у меня то и дело подгорали борта. А сегодня прям вот все как надо. Как в лучших домах Неаполя. Все. Все. Ух, промахнулся. Ну, ничего. Ничего. Бывает. У нас честная передача. Мы показываем все как есть. Все точно так же, как может получиться и у вас. Если вы возьметесь за это дело и когда-нибудь построите у себя во дворе пицца-печь. Постройте не потому, что больше кушать нечего. А для того, чтобы от приготовления еды получать удовольствие. Продолжаем. И еще одна пицца с грибами. Я знаю, знаю прекрасно, что у мастеров по изготовлению пиццы в Италии все получается намного быстрее и краше, чем у меня. Что даже и наши ребята умеют приготовить пиццу лучше меня. Немного сыра для вкуса. Я знаю, что пармезан, да вот еще грана-падана отлично сочетаются по вкусу с грибами. Именно с шампиньонами. У меня салат такой есть. Поэтому охота добавляю сюда пармезан. И немного моцареллы. Для того, чтобы грибы и пицца связались в одно целое. Сейчас все идет так хорошо, потому что еще и печь правильно прогрета. Сейчас внутри печи температура 400 градусов. Конечно, при такой температуре пицца печется в печи примерно столько же, сколько пекутся блины в печи. Русские блины в русской печи. Ну, не более, чем 2 минуты. Ну, а сейчас будет самая вкусная, по моему мнению, пицца. Пицца, в которой сыра будет намного больше, чем тесто. Я не буду вытягивать ее слишком сильно. Не буду делать пиццу слишком большой. Пусть и тесто будет потолще, и слой сыра будет потолще. Соуса немного, только половину чумитчика. Если уложить базилик сверху, а потом поставить в печь. Ну, базилик сгорит, да и все. Не будет от него никакого аромата. Вот под кусочком сыра, точнее между сыром и томатом, базилик сработает так, как надо. Как в популярном итальянском салате капрезе. И вот теперь сыр, моцарелла, прямо целыми кусочками. Хочу украсить эту пиццу еще и оливками. Ну, пусть будет много всего, а вось получится вкуснее. Ну, и сверху еще немного тертой моцареллы, чтобы оливки укрылись сыром. И понесли в печь. И вот, друзья, вот вам пицца. Косые, кривые, неровные. Зато ароматные и очень вкусные. Мне вот эта, ну, та, что выглядит толсто, дорого, богато, откровенно говоря, нравится гораздо больше. Сегодня я пожелаю вам больших трудовых успехов каждому мужику вот по такой печке. Каждой женщине вот по такому мужу, который каждую субботу и воскресенье соберет родных, друзей, гостей и скажет им приятного аппетита. Продолжение следует...